Привет, друзья! С вами Алена, Алена Самсонова, психолог-блогер. И сегодня у нас тема – это здоровые отношения с едой и, как следствие, самим собой. Я вам расскажу основу, без которой у вас никак не получится выстроить адекватное понимание связи еды и вашей жизни. Сегодня мы говорим исключительно про психологию. В следующих моих видео вы можете увидеть и прослушать тему, связанную с здоровьем, биологией. Сегодня только про психологию. Итак, поехали! Здоровые отношения с едой. С чего они начинаются? Этап номер один – это я выбираю то, что я ем. Каждый день вы выбираете миллион вещей, чем вы занимаетесь, что вы откладываете, что вы создаете. И первое, с чего начинается ваш день, либо в середине дня, вы выбираете еду. Очень часто ваш выбор обусловлен вчерашним днём, вашими привычками, вашим уровнем здоровья, который вы сейчас создали, и вашими желаниями пережить эмоциональные состояния. Я говорю сегодня исключительно про условно здоровых людей. Если ваш выбор в пользу еды здоровой, и вы не заморачиваетесь в жизни над ОРПП, над расстройством пищевого поведения, вы просто живёте и выбираете для себя здоровое пищевое поведение. Это говорит о том, что вы человек, который заботится о своей оболочке. Но две вариации – забота и псевдозабота. Когда я переношу все свои эмоциональные страдания на здоровую еду, и это становится как некий проводник в болезненное состояние невроза. Далее, связь тела и связь того, что вы едите. Она очевидна, вы о ней можете прочитать очень много статей. Но самое важное – это то, что вы можете иногда не руководствоваться своими принципами. Почему так происходит? Почему вы застреваете на многих состояниях, которые называются «Я хотел поесть, а обожрался?» Я хотел выбрать что-то полезное, но так со мной случилось. Вот эта связь называется эмоциональная связь. Вы переносите свою эмоцию на еду. И как же быть в моменты, когда вы испытываете сильнейший стресс, когда вы испытываете сильнейшую тревогу, и она компенсируется на что-то, что вызывает негативные ощущения. Что это может быть? Это может быть ссора накануне, это может быть плохая ночь, это может быть мысли о будущем. И вы связываете это все с пищевым поведением. Почему? Потому что оральный стимул, обоняние и дофаминовые рецепторы очень-очень сильно связаны с этим процессом. Именно поэтому, когда вы сталкиваетесь с эмоциональным перееданием, вам очень важно пользоваться навыками стрессоустойчивости и навыками кризисного перенесения ситуаций. Я о них рассказывала в посте. И сегодня я также хочу связать ваше понимание того, что вы делаете, что вы чувствуете, что вы думаете с вашей жизненной ситуацией. Если ваша ситуация сейчас сложна, в вашу жизнь может прийти как компенсация еда. И очень часто люди, находясь долгое время в борьбе с внешними трудностями, сталкиваются с проблемами со здоровьем. Почему? Потому что в эти моменты они создают все условия для заедания. И сейчас как раз карантин, когда люди максимально сосредоточены на выживании, и это проверка на стрессоустойчивость. Поэтому, друзья, я вас очень прошу, будьте внимательны к тому, что вы едите, и выбирайте это все из мудрого разума. С вами была Алена, Алена Самсонова. Продолжаю снимать для вас видео. Пишите и оставляйте комментарии.